Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Кумертау на неделе принимал республиканскую научно-практическую конференцию под названием «Опережающая педагогика территория развития». Организаторами мероприятия выступили Министерство образования республики, Башкирский государственный педагогический университет имени Мефтахидзин Акмулы и администрация города Кумертау. Педагоги со всей республики смогли обменяться опытом и научиться новому сразу на нескольких площадках. Научно-практическая конференция по введению профстандартов является пилотным проектом. Он предполагает повышение качества образования во всех уровнях, начиная от дошкольного и общего до дополнительного. Для этого проведен анализ состояния дел, далее планируется работа по обучению педагогов. Разработчиками проекта являются Министерство образования республики, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмулы и администрация города Кумертау. Для ознакомления с программой модернизации системы образования приехали педагоги из разных городов и районов республики. В течение двух дней их ожидают тренинги и обучающие семинары. Надеемся на плодотворную работу. Как кардинатор летнего отдыха хочется услышать сегодня в рамках конференции новые предложения, формы работы по оздоровлению детей в период летних каникул. Нуждается республика в таких мероприятиях, потому что мы находимся как раз в век модернизации образования. Я думаю, что каждый участник этого мероприятия везет с собой какие-то новые идеи. Гостей уже перед началом пленарной части в фойе Центра детского творчества ждали первой экспозиции с передовыми технологиями. В детском саду номер 14 «Ромашка» подобные новинки уже начали использовать в работе. Так что образовательный семинар и представленные выставки педагогов учреждения заинтересовали. С подобными технологиями мы знакомы. Даже приобрели уже в детском саду на выигранный грант доску интерактивную, программу для нее. Вот сейчас хотим расширить ассортимент, расширить для того, чтобы интерес детей поддерживать, для того, чтобы развивать детей, чтобы наши дети пришли подготовленные в школу на 100%. Открытие форума состоялось при участии педагогических работников республики, депутатов совета, почетных гостей. Участников конференции и соорганизаторов поприветствовал глава администрации городского округа Борис Беляев. Дорогие друзья, прежде всего, позвольте мне выразить искренние слова благодарности команде Башкирского государственного педагогического университета во главе с Равиль Мирвайчем Асадулиным за принятое решение открыть первую пилотную площадку именно в Кумертау. За уже проведенную большую работу и выразить уверенность, что наше сотрудничество будет постоянным, очень успешным. За реализацию совместного проекта Борис Владимирович вручил благодарственное письмо ректору БГПУ Раилю Асадулину. В работе конференции принял участие депутат Госдумы Российской Федерации Зарив Байгускаров. Он говорил о роли учителя вчера и сегодня. Ведь от работников этой профессии, от того, как они подготовят подрастающие поколения, во многом зависит будущее страны. Также он подчеркнул, что всегда будет стараться поддерживать систему образования во всех вопросах. Я считаю, что нужно поднимать престиж профессии учителя, потому что, еще раз повторюсь, возможно, что это очень важно, потому что, как бы это, может быть, высокобарным словом это не было, это дети, это наше будущее. В Министерстве образования республики выражают надежду на то, что подобные обучающие площадки заработают и в других городах и районах Пашкортостана. Я очень рада и хочу от имени Министерства образования поблагодарить администрацию города Кумертау, Башкирский педагогический университет Раэль Мироваевич Вас, с тем, что именно в городе Кумертау вы открыли данную конференцию. Поэтому это первая конференция подобного варианта. Я думаю, что все остальные у нас городские округа, муниципалитеты потом возьмут пример. В ходе пленарной части организаторы ознакомили с основными направлениями работы. Затем в рамках конференции состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Башкирского государственного педагогического университета и администрации городского округа город Кумертау. В интервью нашему телеканалу ректор БГПУ Раэль Асадулин отметил, что договор принят как минимум на пять лет. Суть реализуемого проекта в том, что здесь не будет указаний сверху. Развитие должно исходить изнутри, отметил он. Модернизация системы образования требует и новый статус муниципалитета. Я хочу воспользоваться предоставленной возможностью поздравить Кумертау с достижением того, что они стали территорией опережающего развития. Естественно, что это экономический проект и социальный проект, но решить эту проблему без свежих мозгов, свежего подхода к решению проблемы, наверное, невозможно. Поэтому мы сегодня вместе с системой образования города Кумертау должны модернизировать систему образования, чтобы она отвечала вызовам опережающей экономики, опережающего производства. Живой интерес у гостей вызвали представленные выставки с обучающими технологиями. Надо отметить, что в ЦДТ в скором времени планируют запустить детский технопарк с подобным оборудованием. Ну вот как можно было понять из первого материала, в Кумертау побывал депутат Государственной Думы Зарив Байгускаров. Региональная неделя у депутата от нашего избирательного округа выдалась активной и насыщенной. Первым делом в Кумертау Зарив Байгускаров провел прием граждан по личным вопросам. Вопросы пришел, я больше 40 лет отработал в районах Крайнего Севера. У нас кто отработал большой стаж по программе переселения из Крайнего Севера. В работе отработавшим большой период. Есть программа, чтобы посодействовать между ведомствами взаимодействия регионов по последнему постановлению Дмитрия Анатольевича решить этот вопрос. В этот день в здании администрации городского округа на прием к депутата Государственной Думы Российской Федерации Зариву Байгускарову записались 15 человек с вопросами как частного, так и общего характера. В ходе приема от граждан поступили обращения, касающиеся вопросов, начиная от улучшения жилищных условий, заканчивая работой правоохранительных органов. Зарив Байгускаров внимательно выслушал каждого, а также пообещал каждый вопрос взять под личный контроль. Время, чем она хороша, потому что есть проблемы у людей. Конечно, каждый вопрос обсуждается. Я изучаю его лично и посмотрю, есть ли нарушения со стороны тех органов власти, которые должны быть решать. Здесь, конечно, в этом отношении оказывается помощь. Но я вижу, люди приходят с предложением, я вижу, что там-то здесь есть вопросы. И, конечно, надо изучать. Возможно, здесь какие-то органы тоже не дорабатывали. Это такая вот прямая связь, связь с избранными, это, конечно, для меня очень необходим, потому что я его буду учитывать в работе. Прием граждан проходил в течение двух часов. По его окончанию депутат Государственной Думы поделился журналистами своими впечатлениями, которые сложились у него за время общения с горожанами. Негатива я в отношении администрации города Кумертау не услышал. То есть у них такие разумные предложения. Есть желание оказать помощь в работе администрации. Есть некоторые разумные предложения, которые они хотят совместно с администрацией работы. Поэтому с этим предложением будем вместе работать. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». До сентября 2016 года Зариф Байгускаров возглавлял Республиканское управление службы судебных приставов. Конечно же, депутат не мог не посетить в Кумертау специализированный класс судебных приставов. Встреча со школьниками прошла в неформальной обстановке в формате ток-шоу «100 вопросов взрослому». В кадетской роте при главе администрации четыре кадетских класса – МЧС, ФСБ и два класса федеральных судебных приставов. Для учащихся, осваивающих азы юридического ремесла, встречи с такими известными людьми, как Зариф Байгускаров, имеют важное значение. Тем более, до вступления на пост депутата Госдумы он занимал должность главного судебного пристава. Будучи главным судебным приставом по Республике Башкортостан, мы очень тесно сотрудничали с Зарифом Закировичем. Наши кадеты судебных приставов посещали город Уфу. На мероприятиях у судебных приставов побывали, на присяге были. Они всегда нас приглашали и приходят в школу, постоянно проводят какие-то кураторские часы. Очень интересно это проходит и плодотворно. Для гостя была проведена экскурсия по профильным классам. Учителя рассказали, какие спецпредметы изучают кадеты и как проходят их школьные будни. Также учащиеся сотрудники учреждения подготовили ток-шоу «100 вопросов», поучаствовать в котором пригласили Зарифа Байгускарова. По традиции, прежде всего, гость немного рассказал о себе, о своих мечтах, достижениях и о том, как ему удалось добиться определенных высот в юриспруденции. Ведущие и участники ток-шоу подготовились к встрече, предварительно изучив биографию депутата. Вы сказали, что Вы ранее работали федеральным судьей. Скажите, пожалуйста, какие личные и профессиональные качества помогали Вам в этом нелегком деле? Это очень тяжелая работа, потому что люди ведь разные. То есть они не хотят законы исполнять, они хотят жить по-своему. Среди них большинство – это люди ранее судимые. И, конечно, у меня очень много было таких ситуаций, сложных ситуаций. И всегда мне приходилось оттуда выходить. И, безусловно, вот эта майонеза закалка, тот опыт, который я приобрел, работая рядовым, она мне помогала при работе судьей. Учащиеся задавали депутату вопросы не только профессионального характера. Их интересовали детство Зарифа Байгускарова, его школьные годы. А кадеты хотели больше узнать о его службе в армии. Прозвучали и такие необычные вопросы, как «Была ли у Вас кличка в школе?» и «Ругали ли Вас родители за двойки?» Гость постарался отвечать максимально откровенно и честно. И этим расположил к себе ребят. Некоторые вопросы школьники не успели задать из-за ограниченного времени встречи. Поэтому депутат пообещал посетить школу снова, чтобы поделиться с детьми своими знаниями. Несмотря на то, что Зариф Закеевич, он занимает большую должность, он депутат Государственной Думы, он довольно простой и душевный человек. С ним приятно общаться. Мы уже очень долго с ним знакомы. Мы неоднократно по его приглашению приезжали в Уфу. У меня есть личная грамота от него. Это очень хороший человек. И я действительно рада, что знакома с ним. В рамках встречи Зариф Байгускаров от имени директора федеральной службы вручил благодарственное письмо управляющему бюро «Юстас» Асхату Исхакову за успешную работу в юридической сфере. Депутат поблагодарил его за поддержку и безвозмездную помощь малоимущим семьям и другим нуждающимся, неспособным оплатить услуги юриста. В завершении встречи Зариф Байгускаров обратился к учащимся с напутственным словом, отметил хорошую военную подготовку кадетов, дисциплину, а также профессионализм в обращении с учебным оружием. Это здорово, что такие классы у нас есть, потому что это дети, которые сегодня одевают форму, элементарным военным навыкам приучаются, это им пригодится. Да, они не все станут военными, но они будут знать, что есть защитники Отечества, и, конечно, элементарные вопросы военного дела они уже знают. И я даже не сомневаюсь, что они будут достойными защитниками нашего Отечества. Я хочу попросить благодарность администрации города Кумертау, личной главе Бориса Владимировича, что он поддерживает такие кадетские классы. И, конечно, это хорошо. Дина Силатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Продолжаем выпуск. В субботу в нашем городе был дан старт Году экологии. Все желающие могли присоединиться к экологической акции по сбору макулатуры и пластика. Символично, что такое мероприятие прошло на Центральной площади. Акция «Твой след на земле» состоялась в рамках открытия Года экологии на площади Советов. Организаторами мероприятия выступила городская станция юных натуралистов. А гидбригада подготовила для участников встречи на путственную речь. Председатель Мелевузовского министерства экологии сообщила присутствующему о том, что выпланирован большой ряд мероприятий, куда будут вовлечены самые активные участники общественной жизни. Действительно, отрадно, что вот на этом сегодняшнем мероприятии, являющемся своеобразным открытием Года экологии, присутствует так много детей. Действительно, дети – это наше будущее. И от того, какими мы их воспитаем, какую любовь природе привьем, будет зависеть, будем ли мы дышать чистым воздухом, пить чистую воду. Городские школы подготовились к открытию Года экологии. Они принесли агитирующие плакаты с призывами беречь и охранять природу и выступили с короткими тематическими призывами. Тем самым учащиеся хотели показать то, что их тоже беспокоят экологические проблемы нашего края. Мы не хотим стоять в стороне, мы за порядок на нашей земле. Ломайте деревья, кусты и кустари, не рвите цветы, не собирайте из них букеты. Не убивайте насекомых, не разоряйте муравейники, не бегайте по лесу, не шумите. В завершение мероприятия все желающие были приглашены для развешивания скворечников для птиц. В рамках акции муниципальное транспортное предприятие и компания «Чистый город» предоставили транспортные средства для сбора пластиковых бутылок и макулатуры. Они с 9 часов утра и до 17.00 принимали промышленное сырье на площади. Не осталась в стороне и городская администрация. На входе в фойе был выставлен специальный ящик для сбора макулатуры. Немногим ранее экологические проблемы города обсудили за круглым столом студенты Кумертауского филиала УГАТУ. Организатором мероприятия выступила Центральная библиотека. В России 2017 год объявлен Годом экологии, а значит проблемам охраны окружающей среды будет уделено особое внимание. С этим студенты Кумертауского филиала УГАТУ согласны полностью. Молодые люди за круглым столом обсудили вопросы, которые требуют совместного решения органами власти и общественности. Год экологии я объявлен правильно, потому что люди очень много загрязняют. Это и заводы, и машины, и загрязнение не только атмосферы, но и каких-либо рек и так далее. То есть человек должен знать, что он делает на том месте, где он живет. Я считаю, Год экологии нужен обязательно, так как люди должны знать, что они делают со своей окружающей средой. О нормах законодательства, о деятельности надзорных органов в своем выступлении говорила руководитель территориального комитета Министерства природопользования и экологии Анастасия Атландерова. По ее мнению, запретов и контрольных мер, которые предпринимаются для поддержания экологического равновесия, сегодня недостаточно. Проблемы экологии прежде всего связаны с деятельностью человека, поэтому для их решения требуется изменение сознания самого человека и его отношение к природе. На данный момент отношение человека к природе является потребительским. Так считает лесной инспектор Стрельдомагского лесничества Игорь Макраусов. Имеются и свалки, засорение лесов бытовыми отходами, промышленными отходами. В основном это частное население, выкидывает мусор. Отдыхающие часто безобразничают, приводя, оставляя мусор после пикников, отдыхов в лесу. Хотелось бы, чтобы этого, конечно, не допускали. Проблемой для региона является не только загрязнение окружающей среды. Уничтожение редких видов растений и животных также является волнующей темой. Поэтому в республике нынешний год объявлен годом особо охраняемых природных территорий. В ходе круглого стола студенты предлагали свои варианты в решении вопросов экологии. Безопасное пользование газом. Тема актуальная и серьезная. Причем в многоквартирных домах опасность может исходить отнюдь не от вас, а от нерадивых соседей. Как газовые приборы и голубое топливо не превратить в источник большой беды, говорили на совещании в Горгазе. На совещании заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров обратил особое внимание на рост числа нечастных случаев в многоквартирных и частных домах, связанных с использованием бытового газа. Количество газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации растет с каждым днем. Исправны газовые оборудования или нет, во многих случаях узнать нет возможности. Собственники многие квартир просто не пускают к себе специалистов газовой службы. Кроме этого, жильцы сами не хотят менять газовое оборудование, считая, что они еще пригодные в эксплуатации. Мы чувствуем, что проблема эта назревает, и эту проблему надо решать. Видим, что не всегда жильцы наши не просто могут купить, могут себе не позволить, а просто не хотят этого делать, потому что считают, что это будет работать до определенного времени, в то же время опять до определенного времени. Поэтому все-таки меры какие-то мы должны совместно применять. Во многих ситуациях вызывает серьезное недоумение позиции жителей, когда им показывают документальное подтверждение, что, например, дымоход находится в неисправном состоянии или что собственник выполнил самостоятельное переоборудование газовой системой. Житель не предоставляет возможности для проведения необходимых работ. В такой ситуации специалисты просто вынуждены приостановить подачу газа. И жители этим фактом возмущаются, вместо того, чтобы обеспечить собственную безопасность. Замена оборудования подразумевает определенные денежные средства, по вложению. Но как бы там ни было, если есть, допустим, ну, в пример ставить, если автомобиль старый, 70-х годов, там, 80-х годов, да, копейка, москвич или так далее, приятнее, конечно, ездить на новом современном автомобиле, также и с газовым оборудованием. Есть проблемы и с внутридомовыми газовыми сетями. В городе предстоит обследовать еще множество многоквартирных домов. Чтобы ускорить этот процесс, было предложено управляющим компаниям завести список, где они будут отмечать замену внутридомовых газовых сетей без процесса диагностирования. И обозначить ряд домов, которые уже, по вашему мнению, без проведения диагностики требуют замены. То есть, те же дома, шахтостроительные 35, худобердина 9. Ну, если там уже такие инциденты были, значит, уже эти дома сами по себе напрашиваются на то, что менять надо. Священие проходило в течение двух часов. Участники приняли совместное решение. Ну и в продолжении темы отмечу, что в Белорецке мужчина погиб от взрыва газа при ремонте холодильника. Сигнал о взрыве поступил на пульт спасателей в 2 часа дня. Спустя 40 минут возгорание удалось ликвидировать. По предварительным данным Следственного комитета при взрыве погиб 56-летний хозяин квартиры. Его дочь и знакомый доставлены в больницу. Оперативники проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Спасатели рекомендуют самостоятельно не проводить ремонтные и огневые работы с применением газобаллонного оборудования и заносить газовые баллоны в прогретое помещение с улицы при отрицательной температуре окружающей среды. Теперь о спорте. Город продолжает принимать соревнования по лыжам. На сей раз Кумертау собрал лучших лыжников Юга Башкирии. В борьбе сошлись около 100 спортсменов. Подробности расскажет Константин Меркушев. 3 февраля в Кумертау на лыжном стадионе стартовал зональный этап 19-й спорта Киады. Среди школьников республики Башкортостан по лыжным гонкам. Среди участников южной зоны республики. В которую входят города Стерлитамак, Кишимбай, Салават, Мелюз и Кумертау. Лучшие представители своих городов встретились на лыжне нашего города. Южная зона считается одной из сильнейших в республике. Поэтому у самого старта борьба обещала быть напряженной. И даже мороз не помешал началу гонки. У нас очень уникальное, можно сказать, расположение местности. Да, вот лыжный стадион. Если в городе сейчас сметает все, да, здесь, как видите, ветер не такой сильный. Вот погода, в принципе, температурный режим разрешает проведение до минус 18 градусов. Поэтому, ну, спорт, лыжный спорт. В первый день соревнований состоялась индивидуальная гонка. На старт вышло 120 юношей и девушек. Среди них две возрастные группы. 2003-2004 и 2005-2006 год рождения. Дистанция у всех возрастов разная. Это 2, 3 и 5 километров. На финиш приходят практически без сил. Отдаются лыжне полностью. Для некоторых спортсменов и тренеров трасса стала настоящим испытанием. Здесь она всегда не отличалась легкостью из-за перепадов. Поэтому для тренировки, для развития выносливых лыжников самое, я считаю, подходящее. У нас, в отличие от вас, таких нету перепадов, подъемов и спусков. Поэтому нам здесь немножко приходится тяжеловато. Катываться в гонку спортсмена пришлось с пылу жару. Здесь от них ждут только лучших результатов. По ходу дистанции лыжников подбадривали тренеры. Это ли не настоящая поддержка для участников? Маша, давай, 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 молодец, молодец! Давай, 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 давай! По словам спортсменов, трасса находится в идеальном состоянии. Недавно выпавший снег и мороз придал хорошее скольжение по лыжне. Совсем недавно выпал снег и как раз поморозило. И ты с лыжня хорошая теперь. Мне очень понравилось бежать по такой лыжне. В принципе, неплохо было. Я немножко устала, но мне понравилось. И я очень рада, что защищаю честь нашего города. И очень рада, что к нам приехали люди с южной башки, с южной республики. По итогам соревнований единоличное первое место заняла сборная города Кумертау. Теперь наша команда юношей и девушек будет представлять южный регион на главных республиканских соревнованиях. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова